МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Телевизионный вечер понедельника распахнул свои гостеприимные двери и на главном телеканале Якутии информационно-аналитическая авторская программа считаю важным. Начну с Шекспира, сонят номер 66. Мне видеть не втерпешь достоинство, что просит подаяния. Говорить сегодня будем о безработице и ситуации на рынке труда. Это основная тема выпуска. Разглагольствовать, собственно, про ее актуальность как-то даже и неловко. Однако я считаю важным процитировать вам слова главы республики Саха Якутии из его послания ноябрь прошлого года. Самые острые проблемы жители республики признают вопросы занятости и безработицу. Безусловно, это прямые отголоски нестабильности в экономике, которые отражаются на всех категориях населения. Конец цитаты. Я обязательно подниму сегодня и смежные темы предпринимательства и самозанятости как способы решения проблем трудоустройства, влияние общеэкономической ситуации на положение трудящихся и другие не менее важные. В заключительной части выпуска вас ждет встреча-сюрприз. А сейчас самое время представить первых гостей программы. Итак, председатель государственного комитета республики Саха Якутия по занятости населения Степан Москвитин. Степан Иванович, добрый вечер. Добрый вечер. Руководитель центра занятости города Якуска Мария Трофимовна Слепцова. Мария Трофимовна, здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, вспомнилась мне, когда готовился к эфиру, к программе, такая фраза, услышанная мной, наверное, лет 40 назад. В СССР безработицы нет, но безработные есть. Тогда так это подавалось. Можем ли мы какими-то данными сейчас располагать об официальной безработице в республике? Насколько эти данные отличаются, реальная безработица от официальных цифр? Спасибо. На самом деле, понятия такого реальной безработицы нет, хотя мы все понимаем, о чем идет речь. Различают понятия официальной безработицы, общей безработицы и так далее. Сезонные безработицы, добровольные и так далее. Порядка 7-8 видов безработицы существует. Но тем не менее, если говорить об официальной безработице, то это та часть безработных граждан экономически активного населения или рабочей силы, как сегодня говорят, которая сегодня стоит на учете в органах службы занятости и получает пособие по безработице. Таких людей у нас по итогам 2016 года, порядка 12 тысяч человек, это увеличение идет на 21 с лишним процентом относительно позапрошлого года. 15-го. Так, это уже довольно серьезный тревожный симптом. Есть понятие скрытая безработица. Что это такое? Вот скрытая безработица. Если мы говорим о том, что у нас сегодня в республике 35 тысяч безработных граждан, это официальные данные статистики, из этих 35 тысяч 12 тысяч стоит на учете, а вот эта разница может быть, как считать скрытой безработицы, которые сегодня не дошли до органов службы занятости или не нуждаются в их услугах. Сегодня мы можем говорить о том, что это большая часть неформальной занятости. То есть людей, которые по большому счету получают доход, имеют доходное занятие, не находятся в поисках работы, но считаются безработными гражданами. Да, понятно. Сегодня их у нас 35 тысяч человек. Давайте продолжим разговор о сегодняшней ситуации, тем более, что она, в общем, честно, внушает некие опасения. Это правда совершенно. Агентство Регнум сообщает 20 января. С начала 2017 года сведения о планируемом высвобождении более двух тысяч работников представили 126 организаций Якутии. В январе прошлого года в республике собирались увольнять на 300 человек меньше, рассказали корреспонденту агентству в пресс-службе Министерства труда и социального развития республики. Больше всего сотрудников уволят из организаций, из различных организаций Алроса, компании. Рабочие места также потеряют, это все цитата, 52 сотрудника УАО «Шахта» Джибарь-Кихая, филиала Якут-Угля. Это так? Ну, на самом деле, да, это так. Но здесь необходимо уточнить, что ничего страшного на самом деле нет. Если берем аналогичную ситуацию прошлого года, то картина практически аналогична. Около двух тысяч там и так далее. Но на самом деле 1750 было на начало года, предполагалось, уволить в 288 предприятиях. На сегодняшний день мы уточнили эти данные. На 25 января у нас 160 предприятий заявили об увольнении 819 человек. Эти данные пока на 25 января. Как будет развиваться экономика предприятий и так далее, мы это мониторим, смотрим. Но то, что касается Алроса, действительно, они сегодня, вот некоторые непрофильные, как в лице активы, они, значит, от них отказываются. Вот предприятия по тепловодоснабжению, 1750 работников, так, они их запланировали к увольнению. На самом деле, фактически люди не уволены. Они переданы на муниципальный уровень, так. И создано ООО, вот именно предприятие по тепловодоснабжению. Они там устроены. Но часть людей там все-таки уволены. Но часть страны не устроятся, понятно. Да, часть людей, порядка 40 человек, по-моему, там нет устроенных. Тоже возникает вопрос об... То есть, в принципе, но большая часть будет трудоустроена. Да, конечно. Телерадиокомнат, та, которая не трудоустроится, ну, службы заняты на то и создано, чтобы им оказывать всяческую статистику. Поиск, поиск, работа с ним и так далее. То есть, они окажутся. Вот то, что касается Джабарьких, вы там были на прошлой неделе. Да, мы туда съездили по поручению первого зампреда. Съездили. Действительно, ситуация там, ну, нельзя сказать, что она такая прямо критическая. Так, всего 245 человек штатных единиц. Из них 65 человек находилось в режиме простоя. То есть, они до 1 марта получают 2 трети заработной платы, а работодатель выдерживает все, значит, требования законодательства. Ну, 60 человек из них фактически уволено, так. Из этих 60 человек, 45 человек обратились в центр занятости Тампонского района, так, и получили там услуги. Ну, 5 человек самозанятость, 15 человек сегодня молодых людей переобучаются на бульдозеристов, взрывника, там и так далее. Вот те профессии, которые нужны. И, по-моему, 5 человек согласились переехать в другие регионы, в другие районы нашей республики. То есть, занятость их сегодня покрывает. Остается там 15 человек, порядка. 15 человек, они занимаются этими людьми. Конечно, мы ими занимаемся. Более того, мы подготовили небольшую программу именно для Джибарь КХАЯ. Для ТОЧК РАШ. Вот, и поэтому все люди там, ну, будут обеспечены теми мерами, которые сегодня государство и госкомитет располагает. Поэтому здесь говорить о том, что сегодня там люди и работодатель не выдерживает требований законодательства, но мы об этом не говорим. Это объективный рынок, это работа идет, переход на открытый способ добычи угля. Поэтому по... Ну, это уже разрез получается, а не шахта. Да, это не шахта, это разрез. Но там есть свои нюансы, безусловно. Да, конечно. Ну, значит, 18-й год, сегодня шахта говорит, что будет увеличено количество наборов людей. Поэтому здесь, на самом деле, ситуация под кем-то. Хорошо. Есть маленький заготовленный сюрприз у нас, перед тем, как перейдем к разговору по центру занятости Якутия, по статистике и так далее. Будьте добры, покажите нам мем «Ждун». Вот этот вот «Ждун» — это мем, появившийся в интернете, в общем, взорвавший интернет, и уже всякие разные сравнения появляются, ироничные подписи под этим. А для меня этот «Ждун», понимаете, он, наверное, такой товарищ, который сидит и ждет в центре занятости, когда же вот ему там чего-то улыбнется. Какова статистика обращений в центре занятости в Якутии? Вообще, если взять, в 2016 году к нам обратилось впервые порядка 25 тысяч человек за предоставлением государственных услуг, и из них к нам зарегистрировались в целях поиска подходящей работы 6 717 человек. И на сегодня состоят на учете в поисках работы 1469 человек. То есть это люди, которые действительно обратились за государственной услугой в содействии трудоустройства. То есть мы им содействуем, помогаем искать работу и найти им работу. И, конечно же, те люди, которые к нам приходят, в случае, если они не находят работу, то они регистрируются как уже безработные, и им назначается выплата пособия. На сегодня таких людей у нас 1139 человек. Это по сравнению с прошлым годом, и вообще с началом этого года, если так взять, немножко уменьшилось. Понятно. В начале года у нас 1145 человек было, но чуть немножко, по сравнению с прошлым годом, чуть увеличилось. Мария Трофимовна, какие в основном фигурируют предложения по рабочим местам? Что в папке, которая предлагается? В базе данных у нас на сегодня 3106 вакансий. Конечно, превалирует это рабочие профессии. Это 59%, ну и 31% это получается у нас по служащим. Ну, если взять, вот наиболее востребованные вакансии, да, но это так и у нас не изменяется, вот уже в течение трех лет. Это в основном идет в строительстве, в торговле и общепите, в здравоохранении, в транспорте и связи, обрабатывающих производствах, да. И наиболее это по рабочим профессиям, если взять, то это огранщики вот алмазов, бриллианты, разметчики алмазов, далее у нас идут это каменщики, арматурщики, бетонщики, это в сфере строительства, также водители, штукатуры, маляры и так далее, да. А по служащим, если взять, то это, здесь надо сказать, значит, менеджеры, инженеры требуются, также шеф-повары, далее у нас также требуются медсестры, врачи, вот участковые, да, терапевты. Ну и черповые еще, Мария Графимовна. Да. Все правильно, здорово, очень хорошо. Давайте дальше пойдем, собственно говоря, вот от этого вопроса перейдем к следующему. Есть такой экономический термин, плохие рабочие места. Как правило, заявителям предлагаются они, а хорошие, нужные места, ну то есть места по его профилю, по профилю заявителя, они отсутствуют, потому, собственно говоря, ну, они плохие. Существует ли подобная проблема вообще? Сколько, да, и вытекающий отсюда вопрос, сколько времени уходит на поиск подходящего места для заявителя? Ну, на самом деле, конечно, это самая актуальная проблема всех служб занятости, в целом по стране эта проблема, да, то, что работодатель стремится, значит, показать центры занятости, ну, слабенькую такую вакансию с низкой заработной хватой и так далее, да. Хотя, конечно, обращаясь к работодателям, надо напомнить, что федеральный закон требует в день появления вакансии, значит, ее по месту регистрации показать центру занятости, так, по месту регистрации. Поэтому здесь мы, конечно, будем усиливать контрольно-надзорные функции, так и подготовили определенный проект, который повысит количество и качество вакансии, что нам позволит, ну, более эффективно трудоустроить людей, которые в этом нуждаются. Минуты остаются нашего разговора. Вот мы для этого, значит, вот вообще центры занятости города Якутска, информационный месячник для работодателей, вот как раз, значит, вот весь февраль назначили, да, и тут у нас будут проходить также семинары 9 февраля, 16 и 21 февраля. 9, 16 и 21. Да. Запомнили. Финальный, скорее всего, вопрос. Ситуация в арктических и северных районах Якутии сложнее, чем в среднестатистической по республике. Буквально мы ее рассматривали на совете, действительно, самый высокий уровень безработицы сегодня у нас официально зарегистрирован на Арктике, так, порядка 14%, так. Ну, надо сказать, что вот Арктика характерна тем, что очень высокий уровень неформальной занятости. Люди на самом деле работают, традиционные промыслы, охота, рыбалки, даже вот маминтовый бивень добывают и так далее. Люди живут неплохо, но они никак не оформлены законодательно. Дорогие гости программы, спасибо вам большое. Мы уходим на рекламу двухминутную, после чего вернемся в студию и продолжим разговор с новыми гостями. Мы вновь в студии, вновь в эфире. И в этом блоке программы я действительно считаю важным поговорить о предпринимательстве как способе решения проблемы трудоустройства или самозанятости. Но вот по разнице в этих терминах мы будем разбираться аж в следующем блоке программы. А пока представляю наших гостей. Карбушева Наталья Владимировна, индивидуальный предприниматель. Здравствуйте. Егорова Марианна Титовна, директор ООО «Ремэнерго». Добрый вечер. Ремэлектро. Ремэлектро. Добрый вечер. Очень приятно, что бизнес-леди пришли сегодня в студию. Давайте вот буду сообща вопросы задавать. Ну, там, какая очередность, это уже не важно. Когда вы открылись? Чем занимается ваше предприятие? Ну, именно наше предприятие ООО «Ремэлектро» открылось 15 апреля 2015 года. И уже серьезно начали работать, предоставлять услуги в сентябре 2015 года. Ну, мы открылись как семейный бизнес, мы учредители сами с мужем. И пока у нас, конечно, нету работников, мы сами как бы сейчас работаем. К этому подойдем. К этому подойдем. Наталья Владимировна, вы? Ну, я также открыла свое дело в 2015 году. Мне очень интересно, я сейчас об этом спрашивать буду. Да. По производству полимерного покрытия. То есть мы занимаемся 3D-полами, кухонными фартуками, но не учла тот факт, что это сезонное производство. Четыре месяца простое меня натолкнуло на мысль, чтобы еще одно производство дополнительно открыть. Я изучала рынок по постельному белью. И решила открыть производство швейных изделий. Хорошо. Именно производство, а не заказ. У нас идет промышленное производство постельного белья. А реализуете где? Нам помогает реализовать Айгуль. А, хорошо, понятно. Что заставило вас, дамы, открыть свое дело в 2015 году? Что послужило толчком? Нежелание работать дальше, вы сами увольнялись, вас уволили. Вы же работали до этого где-то? Ну, лично я работала у Якутгастрой. В 2008 году я там работала, по 2014 год. И так получилось, что это предприятие обанкротилось. Так, понятно. Да. И нам пришлось стать в центре занятости ночью. Стояли в центре занятости? Да, да, да. Сколько времени? Ну, по времени не помню. Но дело в том, что нам предложили открыть свой бизнес там же. В центре? Принять участие в конкурсе, да, да. Там, в центре занятости. И вы согласились, собственно говоря, подали документы. Да, да, да. И даже получили какое-то первое финансирование, получается, наверное. Да, да, вместе с мужем. Здорово. Это здорово, это большое подспорье. Пусть оно и небольшое, я не спрашиваю даже о величине этого финансирования, но это важно, наверное. Какова ваша история, Наталья Владимировна? Ну, у меня история такого. Я работала в хозмаркет-администратором, гурме, отделы для реализации. Ну, мне, так скажем, ниша стала маленькой. И я решила уйти и открыть свой бизнес. Кто-то помогал? Все сами? Нет, все сама, с самого нуля. Искала бизнес, чтобы это было интересно, в первую очередь, мне. Вторую очередь, чтобы для народа это было красиво, доступно и востребовано. Безусловно. Пятнадцатый год. Вот то, о чем я действительно хотел поговорить. Ну, самый разгар, скажем так, непростой экономической ситуации. И вот в эту самую непростую экономическую ситуацию, ну, в кризис, грубо говоря, да, вы открываете свое дело. Может быть, и вправду надо в кризис открывать свое дело? В кризис проще его открыть, может быть. Меньше денег требуется, в конце концов, меньше вложений. Нет? Нет, нет, конечно. Все-таки на каком-то на подъеме лучше? Сложно пришлось в пятнадцатом году? Дело в том, что мы даже, вот лично я даже об этом не думала, если честно сказать, да. Потому что мы перед фактом встали, что как нам, что нам делать. Дело в том, что нам предложили принять участие в конкурсе, да, вот как я говорила до этого, в центре занятости, да, открыть свое дело. Мы с мужем посоветовались, подумали и решили действительно, давай попробуем. Потому что мы вдвоем с ним проработали, мы сами с Мирного, и мы проработали на производстве именно в этой отрасли уже более двадцати лет. Да, понятно. Подразделение Акалроса, предприятие Алмаз Энергоремонт, мы там проработали более двадцати лет. Я лично бригадиром там работала, обмотчиков. То есть я это все изнутри знаю, свою работу. Ясно, что вы ее знаете, и вы, и вы проводили ли вы какие-то исследования по емкости рынка, насколько вот слово востребованность было важным для вас, да, то есть спрос будет, ведь открываясь, это я так сказал, что в общем, да, в кризис может быть лучше открывать. На самом деле не черта подобного, потому что понятно, что спрос падает. Платежеспособность населения не увеличивается явно, и заказов, наверное, больше не становится. Ну, может быть, сейчас наблюдается какой-то рост. Вы проводили вот эту вот емкость рынка? Ну, у нас как раз в бизнес-плане такое было. Но чисто вот так прямо досконально мы в это... Не погружались. Не погружались, да. Но знаем, что у нас есть конкуренты, и что есть и сильные конкуренты, есть и послабее. Но мы надеялись на свои силы. Во-первых, мы квалифицированные работники. Это немаловажно. Второе, у нас есть оборудование, автоматизированное оборудование, что не во всех... Оно же появилось не с самого начала. Ну, практически с самого начала появилось. Хорошо. Хорошо, Наталья Владимировна, а вас прошу тогда вот о чем. Вы семейное предприятие, понятно, но у вас есть нанятые сотрудники, нанятые работники. Да, есть. Как вы их нанимали? Через службу занятости или по знакомым, через интернет, как? Ну, в службу занятости я обращалась. Оттуда приходили сотрудники. Но когда с центра занятости приходит, человек либо не хочет работать, им нужна зарплата. А молодежь, которая закончила, допустим, я сейчас сталкиваюсь, швеи, которые закончили, вот на данный момент, мне нужны швеи. Молодые, специализированные, чтобы они с энергией были. Но они приходят, спрашивают зарплату, а у швеи зарплата не такая большая. И они уходят, лучше стоят продавцом где-то там, ну, другие коммерческие сферы. А вы знаете среднюю зарплату, соответственно, вот по этой отрасли, которой занимаетесь. Да, когда вы говорите о том, что у швеи зарплата небольшая, вы имеете в виду вообще в среднем по отрасли, по сравнению с, там, ну, с какими-то другими, да? Да. Ну, давайте тогда, можно, собственно говоря, вот, дорогие швеи, если кто-то заинтересован, ну, пожалуйста, телефон есть в редакции, у меня, скажем, да? И у наших, у нашего редактора. Найти нужного сотрудника вообще это проблема? Проблема. Проблема. По любому профилю? Нет, вот, например, по нашему профилю очень сложно, потому что... Если сказать, вот, в советское время взять, вот, имя по нашей специализации, настоящие специалисты тогда были, то есть, ковались в то время. Вы родились? Советское? А? Ну что, их не стало? Перестали? Нет, ну, вот сейчас именно, что... Я имею в виду профессиональный. Профессиональный этому не обучают. Сейчас, да, на... И молодежь не хочет работать по этой специальности, понимаете, в чем дело. Вообще, это удивительно. Как бы вы мне, может быть, прокомментировали такую ситуацию, да, когда вы предлагаете рабочие места на рынке труда, а они остаются невостребованными. И оказывается, предложение ваше спросом-то почему-то не пользуются. Неужели, вот, а мы только что говорили, вот, с двумя специалистами по занятости, что проблема-то есть, и проблема безработицы есть, и безработные есть на самом деле. Но они не желают работать. Дело в том, что даже если есть, вот, ко мне на предприятие приходили, да, есть работники, да, которые уже с большими разрядами, специалисты, но им нужна хорошая зарплата. Это первое, что спрашивает сотрудник, когда приходит к вам или к вам, это я понял уже, собственно. А мы, так как мы начинающие, мы не можем им предоставить. Давайте разговор повернем, собственно говоря, в большей степени к вам, чем к людям, которые могут прийти к вам наниматься на работу. С какими трудностями вы вообще сталкивались или сталкиваетесь сейчас при ведении деятельности? Я не знаю, это административное, может быть, а может быть, это действительно просто вы мне скажете, что, ну, спроса нет никакого, или... А может быть, трудностей нет вообще, и все, вот, как-то бизнес движется, развивается? Почему? Трудности есть. Ну, что бы вы назвали в первую очередь? Ну, нехватка, вот, допустим, у меня нехватка товара оборота, но... Да ничего, ничего, но нехватка товара оборота. Нехватка товара оборота, и, получается, нужна поддержка, вот, бизнес-школа, там, бизнес-предпринимательство. То есть нужно обучать бизнесу, нужно обучение бизнесу. Вы бы пошли на такие вот курсы обучения сами? Мы ходим. Ходите? Да, да, да. То есть для вас это для самих востребовано? Да, да, да. Испытывали ли вы когда-нибудь, вот, с 15-го года, когда открыли свое дело, вообще, сожаление просто, что его открыли? И не было ли у вас желания бросить все и опять уйти, собственно, нанятым, наниматься к кому-то на работу? Нет, даже вот то, что в данный момент кризис до сих пор, да, у нас в стране, ну, все-таки мы надеемся на себя, на свои силы. Ну, и все-таки на рынке качество, да, продукции, и все равно-то приходит рано или поздно, потребители все равно придут к нам. Да, да, да. Давайте тогда сделаем некое резюме. Остается буквально одна минута до конца нашего блока. Если обобщать вот все сказанное, надо ли бояться идти в предпринимательство, когда, ну, допустим, когда человек потерял работу? Ну, если, скажем, все-таки есть у него такая жилка и такие наклонности, потому что все-таки, на самом деле, положа руку на сердце, это есть не у всех. Ну, мне кажется, в любой жизненной ситуации, в тяжелой ситуации, надо всегда надеяться на свои силы. На свои силы. Если у человека есть знания, способности, есть желания, то все как бы достижимо. С чего все начинается? Найти свою нишу, наверное. Это первое. Чем хочешь заниматься? Да, да, да. Первое дело такой вопрос. И то, о чем вы сказали, то есть чем я хочу заниматься и что у вас требовано, собственно говоря, было бы для потребителей, скажем, да, для сограждан. Хорошо. Давайте пожелаем тем людям, которые, возможно, потеряют работу, там, останутся без нее. Это, в общем, действительно стресс. Просто не бояться. И то, что сказала Наталья Владимировна, я просто еще раз хочу сказать, что государство и республика много делают в качестве организации бизнес-школ. Мы продолжим через короткую рекламу. Третий блок программы считаю важным. Вот и подошел к концу первый месяц 2017 года. Я полагаю, что не ошибусь, если скажу, что самое главное заявление для мировой экономики вообще сделал Дональд Трамп на своей инаугурации, когда он подтвердил свои предвыборные обещания. Говорим, конечно, о проблеме занятости в России. Но в этом блоке программы рассмотрим тему под более широким углом. Поскольку надо понимать, что на рынок труда оказывали и будут оказывать влияние многие глобальные факторы. Здесь я считаю важным подключить к разговору экономиста, руководителя Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василия Георгиевича Колташова. Паская по связавшим нашу студию с Москвой. Василий, мы с вами начали уже беседу. И вы отметили, что намерение Трампа проводить жесткую протекционистскую политику, выгонять, это ваши слова, Василий. Ваше выражение. В первую очередь, китайские товары с американского рынка имеют грандиозное значение для мировой экономики. Просто грандиозное. Американский протекционизм поломает всю международную систему свободной торговли. Скажите, паника, возникшая в связи с этим заявлением на Всемирном экономическом форуме в Давосе, насколько она обоснована? Это обоснованная паника. Обоснованная. Бывает же не обоснованная паника. Вот это обоснованная. Потому что действительно наступает ломка. Ломка старых правил, старых отношений, старых принципов открытости. И Трамп будет первым человеком, который изменит реальность. И это очень важно. Потому что если с этого начинается год, вот мы понимаем, что даже может быть не год начинается, а целая эпоха начинается в мировой экономике. Это новая эпоха. То есть кризис, это были такие болезненные роды, а Трамп, ну это первое, что появилось в этом процессе. То есть протекционизм даже не Трампа, протекционизм американский. Это первое, что появляется. И это будет очень важно влиять, очень сильно влиять на рынок сырья, на рынок нефти будет оказывать грандиозное влияние американский протекционизм. Просто потому, что это удар в поддых китайской экономики. Такой силы удар, какой вообще едва ли можно еще нанести. Вот самый сильный внешний удар, какой можно нанести по Китаю. Василий, на то, что будет происходить с китайской и с американской экономиками, мы еще, конечно же, посмотрим. А пока вернемся в Россию. Целевой прогноз Минэкономразвития предполагает, что для того, чтобы обеспечить экономический рост, надо снизить фонд оплаты труда. То есть, понимаете, достигается это, понятно, в том числе и сокращениями штатов сотрудников. Якобы это может позволить расширить ресурсы для инвестиций. Вы согласны с этим? Пока что мы наблюдаем в России улучшение экономической ситуации под влиянием повышения мировых цен на нефть. Но это улучшение, оно все равно не делает ситуацию лучше, чем она была летом 2015 года. То есть, нужно понимать, что все вот эти улучшения, все вот эти вот оздоровления, все вот эти вот люди, которых первый, если пример, Шувалов видел и узнал, что у них, оказывается, доходы выросли в 2016 году. Вот эти люди, интересные люди, тоже интересно их посмотреть, на этих труящихся. Вот это все как раз, ну такие вот, знаете, некоторые следствия повышения мировых цен на нефть. И, конечно, из этого очень легко сделать вывод, что и 2017 год будет прекрасным, чудесным, цены на нефть будут расти, и мы потихонечку будем выходить из этого болота. Однако, у нас есть внутренние причины кризиса, которые состоят в подорванном спросе. И когда в 2015 году падал рубль и падали цены на нефть, то вместе с этим сокращались и рублевые заработные платы. Рублевая зарплата снижалась в это время. Ситуация в нашей экономике в 2016 году, в общем, она улучшилась, стабилизировалась. Вы сами об этом сейчас сказали. Но вместе с тем, ко многим пришло осознание и понимание того, что общий уровень жизни, но он опустился. Насколько устойчивым является сегодняшнее укрепление рубля, и насколько оно является продолжительным, Василий? Вот последние заявления Министерства финансов и Центрального банка, они говорят о том, что дальше укрепление рубля не хотят допускать власти. То есть, укрепление от 60 в движение еще доллара вниз, чтобы было 55 рублей за доллар. Вот такого, я думаю, что власти уже не хотят. Они понимают, что рентабельность компании все равно остается не очень высокой. Сырье в их компании. Поэтому те, кто имеет иллюзии насчет того, что там сырье, это там новое золото, новое богатство, что на этом можно сидеть и процветать, эти люди неправы. Они обходимы развивать обрабатывающую промышленность. Это тот вывод, который мы делаем из кризиса. Мы должны сделать практический вывод, пока можем сделать теоретический вывод. Сельское хозяйство тоже нужно развивать, собственный рынок. Создавать здесь рабочие места. Вот это перспективно. А сырье это неустойчиво. Тогда вопрос, Василий. Почему такое слабое импортозамещение в сельском хозяйстве на фоне санкций? А производство там очень слабо выросло. Там 4% были данные по 2016 году. Ну и что? Почему так мало? Потому что сжался потребительский спрос. Потому что людям денег не хватает. И то же самое касается обрабатывающей промышленности. Нет у людей денег. То есть нужно поднимать реальные доходы граждан. Не просто, чтобы рубль укрепился на какое-то время, а чтобы доходы росли. Понимаете? Я еще вот о чем хочу спросить, Василий. Неделю назад ВЦИОМ сообщил, что несмотря на снижение реальных доходов граждан, ожидания и настроения россиян на этом фоне улучшились. Мы сами демонстрируем рост экономического оптимизма. Откуда? Что это такое? Эффект привыкания или свойство любого человека вообще надеется на лучшее? Ну, население же в основном не является специалистами в экономике. Если вспомните, как вели себя люди в момент обвала рубля в 2014 год, какие были реакции обывательские. О, нас это не касается. Мы все равно зарплату рубля получаем в рублях. Как нам Эльвира Набиулина сказала, центральный банк, что это нас не касается. Ну, подумаешь, упадет. Ну, какая разница? А потом выяснилось, что это имеет довольно серьезные последствия. И специалисты, которые говорили, что эти последствия вы почувствуете, они не были очень востребованы в тот момент, когда людям хотелось, чтобы их успокоили. И сейчас, конечно, людям хочется быть успокоенными и успокоиться. И, конечно, это приятное состояние не волноваться. Ну, действительно, уже хватит волноваться, уже сколько времени все попадает и колеблется. Может быть, и не надо волноваться. Но трезво смотреть на ситуацию необходимо. Ну, собственно, для этого и нужен экономический анализ. Скажите, пожалуйста, Василий, а нефть по 75 долларов как-то уменьшит наше волнение? Или это вообще сложно прогнозируемое такое событие, и оно является бедой для развития нефтериевого сектора, то, к чему мы стремимся? Да, вот, кстати, по поводу нефти. Вот, абсолютно верное замечание, что нефть по 75 долларов за баррель – это нехорошая новость для мировой экономики. Почему? Мы привыкли думать за годы экономического подъема, что мы сидим на бочке с золотом. Ну, то есть на трубе с золотом, дай понять, что это, ну, черное золото. На самом деле, высокие цены на сырье являются катастрофой для мировой экономики, особенно в нынешних обстоятельствах. Это беда для промышленности. Василий, мы сегодня говорили с гостями программы о различных проявлениях самых разных проблем на рынке труда. О наличии дешевых и не требующих квалификаций рабочих мест. О том, насколько много времени уходит на поиск работы. Мы находимся, в общем, в классической западной ловушке. То есть вот как вот эта проблема выглядит в Евросоюзе и в Соединенных Штатах. И в Канаде так она выглядит и у нас. То есть хорошие рабочие места куда-то исчезают, а плохие вроде есть. Но на плохие идти не хочется, и порой даже это и не выгодно. Василий, на мой взгляд, в кризис все службы занятости должны работать максимально эффективно. Происходит ли улучшение вообще какое-то на отечественном рынке труда? То есть улучшение на рынке труда не происходит. По день рынка труда сокращение, которое прокатилось в 2015 году, оно похоже прекратилось. Но оно прекратилось на время, потому что компании не адаптировались. Как нам официально говорят, что компании адаптировались. Их адаптация состояла в том, что они много кого уволили, потому что спрос сократился. Те, кого они уволили, стали предъявлять меньше спроса на рынке. То есть меньше потреблять. Это значит, что текущая стабилизация через некоторое время приведет к тому, что компаниям придется еще раз адаптироваться. Также тем же способом адаптироваться, как они адаптировались. То есть рассчитывать часть персонала, увольнять. Я вижу в столичном регионе, в Москве, я вижу много уволенных банковских служащих, оптовых продавцов. Одним из способов, Василий, повышения занятости остается предпринимательство. Безусловно, абсолютно мы об этом говорили. Давайте разберемся для начала. Есть ли какая-то разница между самозанятостью и малым бизнесом? С точки зрения либералов, никакой разницы нет. Вот что ты возишь картошку из деревни и стоишь на рынке, ведрами ее продаешь. Ох, ты предприниматель, ты опора России, настоящий, творческий, инициативный человек. И то же самое, примерно, что олигарх. Вот один, вот мелкий продавец картош, который из деревни ее привез, продается ед. И олигарх. Это вот на одной доске, прямо фигуры одинаковые. Вот это то, что говорят либеральные экономисты. Это чушь полная. Полная чушь, потому что, действительно, малый предприниматель, бизнесмен, это человек, который имеет предприятие, имеет капитал. Капитал не только в своей рабочей руке, но и капитал. И, кстати говоря, кого-то еще и нанимает. То есть это еще очень важно. А вот самозанятых. Самозанятых у нас очень много. И самозанятость не спасает. Честно говоря, я так думаю, не спасает. Особенно в регионах, потому что рынок сжался, и для самозанятых возможности мало. Хорошо. А какие еще проблемы для предпринимателей вы бы обозначили, Василий? Есть еще одна проблема. Проблема, на мой взгляд, страшная. Это открытость экономики в целом. То есть точно так же, как закрытые местные рынки для малых предпринимателей, или труд открываемый, точно так же вся наша экономика открыта для иностранных товаров. Да, вот есть у меня там план делать какие-то вещи. Ну, свечной заводик, да, какой-то свой открыт. Ну, какие-то такие вот интересные свечи делают. Ну, что же делать? Рынок-то заполнен уже китайскими свечами. И они дешевые. Они дренные, конечно, но не развернуться-то негде. И вот это вот блокирует малых предпринимателей как в производстве, так и в торговом. Ну, в основном в производстве, потому что не дает возможности им ничего делать. Потому что все уже заполнено китайскими производителями. И они, кстати говоря, эти малые предприниматели, естественно, не могут создать рабочие места для своих соотечественников, потому что уже созданы рабочие места для китайцев. Тогда получается, что, возможно, проще предпринимателям работать в сфере услуг. Сфера услуг – это то немногое, что остается для малого предпринимателя. Причем, давайте честно посмотрим на эту сферу услуг. Что это такое? Это сфера применения промышленных товаров. Ну, например, те же самые салоны красоты. Они используют продукцию, которая произведена за границей. Фактически. В основном там фены, если говорить о этих салонах красоты, фены, лаки, все. Очень много иностранных. А есть еще одна сторона – это торговля. В торговле малые предприниматели тоже вынуждены торговать фабричными товарами и конкурировать с супермаркетами. То есть вы заходите в маленький магазин, который принадлежит гордому маленькому предпринимателю. И что вы там видите? Вы видите те же самые фабричные товары, которые есть в супермаркете, только дороже. Да, и в ограниченном ассортименте. Для него реально перспективная сфера – это что-то производить. Ну, например, готовить еду. То есть предлагать дешевую, быструю, неплохую еду. Вот здесь можно очень быстро развиваться и вырастать в сеть и так далее. В теории можно. А в реальности – нет. В реальности там, где малый предприниматель может захотеть что-то производить сам, он сталкивается с массой ограничений. Самое незначительное из которых – это дороговизна кредита. Потому что, вообще-то говоря, для малого бизнеса кредит не обязательный. Он для него губителен даже. Отлично, Василий. Спасибо большое. И так вообще. Мы сами называем вопросы занятости самыми острыми. И так оно и есть. Сокращения, скорее всего, будут. Об этом свидетельствует и макро- и микроэкономическая ситуация. Может, имеет смысл кому-то повысить квалификацию или получить вторую профессию. А молодым людям очень прагматично оценить перспективы рынка труда, вычленить востребованные профессии будущего. Мы продолжим после двухминутной рекламы программу «Считаю важным». Последний, заключительный блок программы «Считаю важным». Сегодня и завтра в Якутске пройдет крупнейшая в России и Восточной Европе стартап-конференция Open Innovation Startup Tour. Это самый масштабный проект в России и СНГ. по поиску перспективных инновационных проектов и развитию компетенций начинающих стартап-команд. Мы говорили о предпринимательстве как таковом, как альтернативе лежанию на диване в поисках работы. В гостях у финального блока программы «Считаю важным» Пека Вилья-Кайнен, советник президента фонда «Сколково». Здравствуйте, Пека. Здравствуйте. Приятно видеть вас. Андрей Лисохин, переводчик, который поможет нам в диалоге. Можно ли уже говорить о том, сколько было подано проектов здесь, в Якутске, и сколько из них отобрано? Ну, прежде всего, хотелось бы отметить, что я уже не первый раз в Якутске, и самое главное, я наблюдаю развитие, которое происходит за то время, пока меня здесь не было. И в этом году подано на участие в конкурсе 240 заявок, 240 проектов, и 45 прошли отбор. В финал. В финале. Да. Точно так. В этом году. Завтра будет финал. Понятно. Этот конкурс проектов проводится по определенным каким-то направлениям? Ну, будучи отцом, или даже скорее дедушкой стартап-тура, хотелось бы отметить, что конкурс на самом деле не самая главная его часть. Потому что самая главная задача – это продвигать предпринимательство как инструмент новой экономики в целом. Теперь касательно вашего вопроса. Да, действительно, определенные направления достаточно широкие есть, по которым делятся эти проекты. Это биомедицина, это IT-проекты, это промышленные технологии, энергоэффективность, и сельское хозяйство. Но главное понимать, что тур на самом деле не посвящен науке и инновациям. Тур прежде всего вращаются вокруг стартап. И почему я это подчеркиваю, да, потому что основная задача тура заключается в том, чтобы создавать новые компании, бизнесы, новые стартапы для того, чтобы, в общем-то, построить новую экономику. Мы будем счастливы, если кто-то из ребят, если кто-то из проектов получит Нобелевскую премию. Но не в этом наша задача. Это понятно. Пека, что должен уметь участник стартап-проекта? Он должен воплотить идею или уметь ее продать? Я был в 70 российских городах, могу сравнивать. Россию с другими странами. И здорово, что именно здесь, в Якутске, в Якутии, в республике, нет необходимости объяснять вообще, что такое проект, что такое наука, зачем это нужно. Но все те усилия, которые мы собрали в рамках этого тура, я имею в виду от лица именно Сколкова, вся та поддержка, которая нами оказывается, она направлена прежде всего на донесение важности коммерциализации продуктов, идей, проектов, воспитанию лидерства и лидерской культуры. Ну и мы рассказываем о том, как, в общем-то, сделать проект или продукт международным успехом. А есть ли что-то такое, Пека, что еще не продают китайцы? Есть ли что-то, что Китайцы не продают? Есть много, что Китайцы не продают. Например? Нет, нет, нет. В общем-то, конечно, когда ты говоришь о cheap manufacturing, Китайцы все равно. Ну, естественно, если, конечно, говорить о дешевом производстве, то тут Китайцы, что называется, повсеместно. Но помните о том, что 90% всей этой продукции, которая производится в Китае, разрабатывается, проектируется где-то еще. И, конечно, вы знаете экономические факты о Китае сейчас. Даже в Китае они не могут больше строить для cheap production, потому что скоро это cheaper, чтобы производить в Африке или где-то еще. Ну, если вы знакомы с, в общем-то, экономической реальностью Китая, то вы понимаете, что даже китайцам сейчас достаточно сложно обеспечить дешевизну производства, дешевизну сборки, поскольку Африка наступает им на пятки. So, in that sense, I understand very much your question, but the question, there is a lot of place for new products and new innovation. Поэтому вопрос я ваш понимаю и принимаю, но могу сказать, что где производить новые продукты? Еще вопрос, ну, не окончательный, скажем так. Окей, понятно. Вы не первый раз в Якутске, вы не первый раз в России. Можно ли сделать вывод, что в России вообще сейчас стало проще открыть свое дело, заявиться со стартап-проектом, чем еще несколько лет назад? Видите ли вы эти изменения? Я финский конь, как говорят, и получается, из маленькой страны наблюдаю за этим чисто с бизнес-перспектив. И я думаю, что нет другой такой более скептической нации к россиянам, чем сами россияне. И я уже пять лет являюсь советником Виктора Феликсовича Виксельберга, советником российского правительства, и могу с полной уверенностью отметить, что разница между тем, каково это было, начиная свой собственный бизнес и компанию пять лет тому назад, и сейчас, как день и ночь. И это происходит на всех уровнях. Еще четыре года назад журналисты меня часто спрашивали, а что такое вообще стартап? Нужен ли он для экономики? Сейчас этого не спрашиваю. Ну и я думаю, что низкая цена на нефть нам очень в этом плане помогла, поскольку изыскивают новые экономики и новые способы ведения бизнеса. Не о сырьевого сектора. Нон-руй материал. Ну, что еще происходит? Появляются технопарки, венчурные фонды, необходимая инфраструктура, как и здесь, в Якутске, которых четыре года назад не было. Ну и четыре года назад, когда мы только начинали стартап-тур, очень многие профессора разных вузов заявляли, что стартап-тур это глупая, безумная идея. Они считали, что, в общем-то, студенты в вузах должны, прежде всего, получать дипломы, делать, заниматься наукой и исследованиями, а деньги зарабатывать это не для них. Поэтому, когда вы спрашиваете о разнице, я думаю, что разница действительно заметна. И это происходит на всех уровнях общества. Понятно, что мы не идеальны и нам есть еще что делать, но мы к этому стремимся. Хорошо, завтра финал, что дальше, что потом? Ну, я надеюсь, что после завтрашнего финала, в общем-то, этой программы, и мы надеемся, с помощью зрителей наших, родители, бабушки, дедушки донесут до своих чат, что, в общем-то, можно и нужно заниматься бизнесом, начинать свою собственную компанию. Я надеюсь, что хотя бы один или два человека, обладающие необходимым богатством, да, вот в этом регионе, в республике, задумываются, что, может быть, мне стоит инвестировать в свое богатство, стать бизнес-ангелом, помочь инновациям. Но для стартапов, возможно, они имеют совершенно новую информацию в нашем мастер-классе, они имеют какие-то ингредиенты, и, конечно, для тех, кто победил, мы пригласим на 6-7 в дюйме в финале в Москва, в стартап-вилляже, и они имеют возможность, чтобы действительно русским видом зрителям. Ну и надеюсь, что сами стартапы, да, смогут извлечь из наших мастер-классов, из тех уроков и лекций, которые будут в течение этих двух дней что-то полезное, какие-то ингредиенты для собственного успеха. Ну и, конечно, на 6-7 июня в Москве нас всех ждет финал. Это стартап-вилляж в рамках данного мероприятия, где представители разных стартапов смогут получить, что называется, видимость для всей страны, могут стать видимыми для всей страны. Почему я в этом порядке перечисляю, на самом деле, стейк-улдеров, да, начиная с, так сказать, публики, с населения, потом инвесторы, потом стартапы, потому что сочетание этих трех компонентов требуется для достижения реального экономического влияния. Мы здесь не для того, чтобы найти одну или две компании. Мы здесь не для того, чтобы произвести необходимое влияние, да, как-то потрясти это общество. У нас остается меньше минуты. Ваши пожелания якутским стартапам. Будьте исполнены гордости и идите вперед без страха. И опять же, не все продукты еще созданы, и нет причины, по которой следующая крупнейшая работа, важнейшая классная компания не могла бы быть создана в Якутске. Боюсь, что наше время в эфире истекло, прямой эфир. Если вам это будет необходимо, посмотрите, пожалуйста, повтор программы на нашем портале я искренне желаю вам успеха.